Приветствуем еще раз дорогие друзья, снова от Алексея Суходоева и продолжим наш технико-экономический вебинар. Рады приветствовать тех, кто только подошел, тех, кто перешел на расширенный технико-экономический вебинар с вводного соответственно. И сегодня мы хотели бы остановиться на такой теме, которая затронута в этом ролике, то есть это скорость строительства. Очень много вопросов, очень много споров возникает вокруг этой темы, насколько быстро будет строиться технология Skyway, насколько большая будет скорость строительства. Давайте сравним подобный проект вообще со скоростью строительства традиционного московского метрополитена. Почему метрополитен? Потому что на самом деле, дорогие друзья, 80 км в час это одна из самых показательных таких скоростей московского метро. И это на сегодняшний день самое такое комфортное перемещение, ни испанское метро, ни парижское метро подобной скорости достигнуть не может. Если говорить про стоимость строительства, то я уж тут промолчу вообще. То есть это десятки миллиардов и все эти деньги закапываются, потому что метро нужно не только эксплуатировать, но его нужно поддерживать. И если говорить вот про мой город, у нас строится метро, и оно не то что недостроено, его начали строить, и сейчас его вроде как и закрывать уже невыгодно. Но и с другой стороны, его уже невыгодно и строить, потому что денег не хватит, а прекращать строить его тоже абсолютно неразумно, потому что могут возникнуть такие эксцессы, как провалы асфальта и так далее. У нас в одном из районов такое было, как раз таки из-за строительства метро. И про стоимость мы умолчим, давайте поговорим о скорости, потому что многих затронул тот факт, почему на сегодняшний день кому-то кажется, что мы медленно строим. Так вот, скорость строительства метро средняя, нормальная и оптимальная московского метро это 200-300 метров в год. То есть это максимум, вообще вот при самом идеальном случае, 1 километр в год. Это рытье, соответственно, туннелей. Эксплуатационная протяженность московского метро на сегодняшний день 292 километра, то есть 332 километра общая протяженность, ну, предположим, 292 километра. 13 веток, соответственно, 500-600 тысяч это загрузка ветки в момент часов пик. И если говорить про нашу легкую прогулочную трассу, то есть это элементарные юнибайки, то до сотен тысяч людей в сутки может выдерживать одно лишь направление. А если говорить про все, московское метро это 600 тысяч сутки ветка. Всего этих веток 13. Но если говорить, опять же, про строительство, про скорость строительства, то если метро может рыться 1 километр в сутки, то мы, Анатолий Эдуардович, это декларирует. И это было показано при возведении менее чем за час анкерной опоры серьезной основательной конструкции, которая была еще более серьезной, чем, допустим, во времена озер. И я это вживую, так скажем, не видел. Но то, что было в озерах, соответственно, это действительно вот такие массивные конструкции. Они возводились большее количество времени. Сейчас настолько оптимизирован уже процесс, и он будет оптимизироваться еще больше. Это не предел, как было сказано в видеоролике. И, соответственно, 20-40 минут это далеко не предел. Естественно, чтобы построить транспортно-логистический узел, нужно немножко больше времени. Но в сутки метр мы сможем строить. То есть, фактически, при самых пессимистичных прогнозах, за год мы сможем построить все ветки московского метро на втором уровне. Дорогие друзья, это говорит о чем-то вообще. За год построить то, что строилось бы десятилетие. И сколько денег будет израсходовано на метро, на традиционный. И сколько денег будет израсходовано на строительство транспорта второго уровня Skyway. Это несопоставимые вещи абсолютно. И хотелось бы, чтобы вы действительно отметили для себя и передавали своим партнерам, это действительно очень серьезная аргументация, то, что уже мы строим с большой скоростью строительства. Если заглядывать уже с точки зрения практикующей футурологии, президентом Международной ассоциации практикующей футурологии является Сергей Анатольевич Собиряков, вице-президентом являюсь я. И, собственно, все основывается на инженерной технической школе Анатолия Эдуардовича Юницкого. Потому что без технологий Skyway вообще футурологии в плане транспорта абсолютно бесполезно строить вообще. И Сергей Анатольевич иногда вот проводит дискуссии с Анатолием Эдуардовичем и такие вот очень живые диалоги получаются. Естественно, мы как практикующие футурологи говорим о том, что по один километр в сутки, причем это одной бригадой, мы можем достичь при перемещении навстречу друг другу, соответственно, это две бригады. Это уже два километра в сутки. Но, как вот и упоминалось в чатах, мы неоднократно это говорили, струнную путевую структуру будет строить робот. Будет строить множество роботов. То есть название им мы сейчас еще не придумали. Но, соответственно, скорость будет значительно больше одного километра в сутки. И если говорить про тот потенциал, который мы закладываем, то есть вначале это первая сотня тысяч километров дорог, потом первый миллион километров дорог. О скорости строительства я тут абсолютно не волнуюсь. Нам нужно задумываться о скорости, не то что о скорости, а об освоении тех ресурсов, которые нам будут необходимы для строительства нашей путевой структуры. Даже не для строительства юнибайков, хотя и юнибусов, хотя нужно будет использовать полимеры, композиты и так далее. Это же колоссальное количество. И об этом сейчас нужно задумываться, а не о том, насколько быстро будет строиться. Потому что строиться будет действительно все быстро. И протягиваться струна будет, проходить струна значительно быстрее, чем монтируются мобильные вышки, чем протягивается оптоволокно. Потому что, собственно, это, во-первых, новая веха технологического прогресса. Во-вторых, это отработанная технология, которая будет дублицироваться и далее она будет выполняться машинами, то есть роботами. Соответственно, скорость строительства очень сильно возрастет, дорогие друзья. Это если говорить про сравнение с метро. Про сравнение со скоростью, то 80 км в час против 150 км в час. Думаю, также ни у кого не возникнет никаких сомнений. И метро это, естественно, тот подвижной состав, то транспортное средство, которое имеет водителя, имеет человеческий фактор. И может произойти авария, если, допустим, водителю что-то там станет плохо. У нас таких ситуаций вообще не будет. И будет не то, что через искусственный интеллект все регулироваться, как это, допустим, теоретически, как сейчас предполагает, будет происходить в электромобилях. То есть уже через 5 лет прогнозируют, что на 109% будет увеличена доля искусственного интеллекта в электромобилях. И к 2030 году уже 45% будет электромобилей по сравнению с традиционными автомобилями. Если говорить, дорогие друзья, про то, с чем мы действительно согласны, то, что говорят, что электромобили через 5 лет будут иметь определенный стандарт, особенно в следующих категориях. То есть это интерфейс информации и развлечения. И сейчас мы на дневном вебинаре затронули, но я вам расскажу о том существе электронном, которое будет жить в наших юнибайках. И это будет как раз таки интерфейс, это будет виртуальный помощник, это будет ваш виртуальный ассистент. И, соответственно, интерфейс информации, развлечения, он будет распознавать речь, он будет распознавать ваши жесты, почерк, направление взгляда. И, соответственно, интерфейсы всего естественного языка, независимо от того, какой это язык. Вообще у вас возникают сомнения, дорогие друзья, что такая технология может появиться. Я вам приведу пример, что IBM Watson, уже такая система появилась у корпорации IBM. И уже искусственный интеллект преодолел некоторые задачи, значительно быстрее решил, чем традиционный работник и обычный человек. То есть это касается юриспруденции, это касается даже ближнего боя, это касается различных интеллектуальных игр. И, соответственно, возникают ли у вас вопросы, что, как вот раньше появились операционные системы, и что не появится операционная система внутри нашего подвижного состава. Взять юнибайк. Почему мы рассматриваем юнибайк, дорогие друзья? Потому что юнибайк, на взгляд наш Сергеем Анатольевичем, будет основой и первой ступенью, первым, не то что поколением. Сейчас мы развиваем четвертое поколение. Это уже будет 4 плюс поколение. Сейчас будет представлен юнибайк с интерфейсом, который есть. То есть я с удовольствием и с огромным нетерпением ожидаю той встречи с детищем, которому мы некоторые отношения с Сергеем Анатольевичем имеем. И обнять юнибайк действительно, посмотреть на его дисплей, посмотреть, что там внутри, как он выглядит снаружи. Мы уже увидели на тех фотографиях. И уже машины, это действительно высокоэффективные. И Анатолий Эдуардович очень сильно волновался, получится ли такие устройства, такие аппараты, такие машины, как на уровне современных автомобилей, современных электромобилей. И извините, когда Анатолий Эдуардович говорит, что да, действительно, все получилось лучшим образом. И мы не будем краснеть на инотрансе. Это говорит о многом. То есть насколько Анатолий Эдуардович абсолютно самокритично относится и к своей инженерной деятельности, и к самой технологии, когда вот такая декларация происходит, это говорит о том, что будет, скорее всего, предположительный успех на выставке инотранспорт. Почему предположительный? Потому что не будем забегать вперед. Но одно я могу сказать, что очень серьезные встречи, в том числе и на высшем уровне Германии, уже запланированы. То есть будут такие люди, как на уровне Южной Австралии Ротхук. А Ротхук будет представлять в качестве одного из основных презентаторов нашу технологию. И могли бы вы себе представить, что, входя в проект в 2014 году, что бывший министр транспортного департамента Южной Австралии развития инфраструктуры будет презентовать нашу технологию на крупнейшей транспортной выставке. Я, если честно, дорогие друзья, не мог это представить самым замечательным в своем сне. И сейчас, действительно, все формируется должным образом. И мы развиваемся по правильной стратегии, дорогие друзья. Потому что есть направление юнибайк. И хотелось бы остановиться немножко со взгляда практикующего футуролога. То есть ночной вид такой у нас нашего мускулистого, юркого юнибайка, который может и ночью ездить. Что это будет? Во-первых, это будет ваш транспортный аккаунт. Не буду сравнивать это с социальной сетью, потому что это уже будет не социальная сеть, это будет транспортная сеть. И если на сегодняшний день, когда вы помните наверняка те времена, когда... Я даже помню те времена, когда я засыпал с телефоном, общаясь со знакомыми, с друзьями. Потому что мне было важное общение. Мне было важно встретиться со своими знакомыми, друзьями. И мы пользовались телефоном. И не было никаких социальных сетей. Потом все перешло в виртуальную сеть. То есть сейчас социальные сети, мессенджеры и так далее. И по вот этой волнообразному развитию технологий прогресса, соответственно, все с виртуальной сети по логике своего развития должно переместиться уже в реальную сеть. И V2R from virtual reality, то в reality будет перемещение, соответственно, уже социальной сети в реальную транспортную сеть. Где вы реально можете переместиться, как говорит Сергей Анатольевич, из Челябинска в Париж. Ну, я не буду так вот далеко заходить из Челябинска в Москву. Хотя бы я смогу переместиться, не отрываясь от своих повседневных задач. У меня будет мой виртуальный помощник-ассистент. Мне не нужно будет заказывать билеты, как это сегодня происходит. Когда мы заходим на сайты SkyScanner, либо Aviasales и так далее, заказываем билеты, сравниваем, чтобы стыковки рейса произошла. Я всегда закладываю более такой продолжительный участок времени, потому что часто рейсы переносятся, этим научен. Мы от этого будем избавлены абсолютно. Мы просто в тапочках, либо босиком, либо в чистой обуви, кто как желает, садимся в наш не-юни-байк. Вот сегодня мы впервые вводим такое понятие, как юни-бокс. В наш юни-бокс, а это МПС, это Mobile Personal Space, это мобильное наше транспортное пространство, мобильное личное пространство. Так же, как у нас есть личный аккаунт в социальной сети, ведь, согласитесь, никто не может зайти в наш личный аккаунт, если он не знает пароля. Так вот, у каждого человека, по нашему мнению, через 10 лет будет свой юни-бокс, и будет это все перемещаться по концепции МПС. То есть вы заходите, по аналогии с социальными сетями, вы залогиниваетесь, вводите пароль. Это может быть по отпечатку пальца, голосовое управление. Как это будет, покажет технологии, покажет инженерное развитие, инженерное воплощение. То, что отчасти мы увидим уже на выставке Inotrans. И там уже будет показано многое, дорогие друзья. Но в юни-боксе будет жить ваш виртуальный ассистент, помощник, который с удовольствием и с радостью вам предоставит и прогноз погоды, и включит музыку. И даже вот я спрашивал у разработчиков головной компании, а сможет ли вообще Unibike, к примеру, сделать сравнение на примере IBM Watson событий каких-либо геополитических и насколько будет зависимость котировок валюты. То есть мне вот это вот интересно, насколько подрастет, либо упадет доллар, либо евро, и насколько изменится цена нефти. Для меня это важно, для меня это интересно. И на основе больших данных как раз-таки это сможет выполняться. На сегодняшний день вся мощность компьютера заключается в его весе. То есть я не могу как бы в телефон запихать всю мощность стационарного компьютера, хотя вообще вот этот телефон, он в десятки раз более мощен, чем мой персональный компьютер 6 лет назад. И это закон Мура, закон Мура, который развивается, дорогие друзья, и, собственно, он подходит к своему завершению. Невозможно увеличивать, удваивать каждые два года количество транзисторов на кристалле интегральной микросхемы, и сейчас уже повышается плотность. Соответственно, будет расти вес компьютера, будет расти объем компьютера. А в Unibox мы можем запихнуть абсолютно любую мощность нашего внутреннего интерфейса, нашего дружественного интерфейса, который с нами будет общаться. Так вот, представим ситуацию, каким образом будет выглядеть наш день буквально через 5 лет. Unibox подъезжает, соответственно, к нашему, либо к станции, если она находится вдали от нашего дома, либо, если это уже концепция линейных городов, то Unibox въезжает, как практикующий футурологи уже Сергеем Анатольевичем говорим, въезжает в наше жилье, и, соответственно, мы входим в него и отправляемся в путешествие. Вам будет доступен ваш виртуальный помощник, которого будет звать, мы вот тоже вот такое вот название, но утверждение, так скажем. И есть такое вот как фиксики и так далее. И почему-то вот пришло такое название, как Unique. Для иностранцев это будет более понятно, как Uni. Почему Uni? В Apple это система Siri. В Android это OK Google и так далее. То есть у нас тоже будет такая система, и она будет нам помогать. Она будет еще более высокоинтеллектуальная. И опять же повторяю, вообще вот есть ли сомнения, что разработки искусственного интеллекта, которые уже происходят, когда мы сформируем уже этот транспортный рынок, что они не применятся здесь. Естественно, тут, может быть, и имеет смысл делать свои разработки, но они уже нас обогнали, так же, как мы обогнали их в направлении транспорта второго уровня. Уже нас значительно сложно будет догнать, на самом деле, дорогие друзья, потому что, ну вот если SkyTrend, допустим, сейчас начнет строить свои подвижные составы, если Hyperloop вдруг уже перестанут играть свои корпоративные игры и формирование своих бюджетов, а начнут реально строить, то реально, если пооценивать ситуацию, они нас долго не смогут догнать. То есть это нужно сделать очень серьезный прорыв и, в первую очередь, инновационный прорыв, потому что у нас уже создана технологическая база. Так вот, вот этот Unique будет вашим виртуальным помощником, виртуальным ассистентом. И как элемент подготовки мы сейчас закладываем, я могу так же предвещать и оповестить, что сейчас мы работаем над созданием виртуального помощника, который будет в виде чат-бота общаться с новичками. И так как у нас интеллектуальные тролли, дорогие друзья, нано-тролли, мы их будем называть юни-тролли. То есть, да, кстати, хорошее название – юни-тролль. То есть есть юни-код, как они там говорят, есть еще что-то юнее, будет юни-тролль. То есть это определенный вид тролля, который сможет зайти, и, собственно, юни-троллем является тот человек, который немножечко подкован в своих технических знаниях. Юни-тролль может так или иначе перейти в разряд инвестора, если его сламливают события и побуждают инвестировать. Естественно, такое тоже может произойти. Но это, естественно, все шутки, дорогие друзья. Но вот именно вот эту логику, потому что, естественно, и рынок, и потребителя нужно будет подготовить, несмотря на то, что уже транспортные, мобильные устройства, точнее, подготовили. И, кстати, вот юни-бокс изначально он назывался как смарт-кар. То есть закладывалось такое название по аналогии смартфона. То есть есть смарт-эп, есть смартфон, а есть смарт-кар. Но более правильное название – это юни-бокс. Почему бокс? Потому что это универсальный ящик. И есть такая, на самом деле, поговорка, что возьми меня свой чемодан, если человеку очень хочется отправиться со своими друзьями в путешествие. Так вот, вы один-два человека сможете свой чемодан взять. И это будет и чемодан, это будет и ваш аккаунт в социальной сети. И вы можете совершать и в будущем и транзакции, потому что мы продумываем сейчас направление финтеха. То есть активно следим и проводим переговоры. Сейчас ничего не буду говорить, но есть определенные нюансы и определенные проработки в технологии блокчейн. О ней я чуть попозже остановлюсь. Итак, вернемся к логике, дорогие друзья. Смарт-ап. У нас будет не смарт-ап, у нас будет скай-ап. И сейчас я хотел бы вам, именно с точки зрения практикующего футуролога, также рассказать и обосновать ту фразу, которую я повторял, наверное, сотни раз. То, что мы обгоним всех и навсегда, это, знаете, уже как мантра. Но это именно как мантра была. И я имел предположение, каким образом можно обосновать, что мы создадим крупнейший бизнес, более крупный, чем Apple и Google вместе взятые. И Alibaba, кстати, тоже могу обосновать абсолютно, почему Alibaba. Apple и Google, соответственно, это две конкурирующие компании, которые абсолютно различаются по стратегии. Что создала компания Apple? Компания Apple создала закрытую платформу, закрытую операционную систему iOS, которую на сегодняшний день сложно кому-то повторить. И несмотря на то, что Android есть и так далее, это действительно максимально эргономичная, максимально удобная, максимально по дизайну мощная операционная система. И если сравнивать с Apple, то у нас с закрытой операционной системой, по аналогии с iOS, будет наша путевая структура. Да, к примеру, четвертое поколение можно теоретически повторить, хотя я думаю, что это будет нереально. И как, допустим, был задан стандарт мобильной сети. Тот, кто сформировал этот стандарт, появился стандарт GSM, CDMA, и сегодня не создаются другие какие-то стандарты, сегодня телефонные сотовые операторы пользуются этими стандартами. Также будут операторы сети Transnet, которые будут пользоваться заданным стандартом. И, соответственно, расширяя вот эту логику по аналогии с Apple и с Google, почему мы сможем превзойти потенциал Apple? Во-первых, потому что Unibox'ами будут пользоваться фактически все люди, которые на сегодняшний день пользуются смартфонами. У каждого через 5-7 лет по нашему позиционированию будет по Unibox'у. И более того, Unibox – это будет ваше мобильное персональное пространство, которое также может перемещаться не только со скоростями 150 км в час, но и уже в то поколение, которое закладывается уже в пятом поколении технологий Skyway, вы сможете в своем же Unibox'е переместиться на высокоскоростное направление и перемещаться уже со скоростями 500-600 км в час. Это высокоскоростное направление, которое мы планируем продемонстрировать в 2018 году. И уже Анатолий Эдуардович в свете вот этих всех событий по поводу Hyperloop, гиперпетли и так далее, задумывается о том, что гиперскайвей мы также будем реализовывать. То есть это будет вакуумная труба, то есть там будет фар-вакуум, и, соответственно, скорости 1000-1250 км в час будут достигнуты. Я приведу такой пример, дорогие друзья. Илон Маск, вот наш всеми с вами любимый, Маск не рекомендовал бы отправляться на Марс на его космическом корабле Dragon. Знаете почему? Потому что все внутренние помещения, они будут напоминать кузов грузовика, они будут напоминать внутреннюю составляющую грузового самолета, например. То есть нам не будет дизайна, убранства, и поездка будет совсем некомфортабельной. И, во-вторых, потому что, собственно, естественно, это будет высокоскоростное перемещение. Но Маск Маском, к примеру, если у нас уже в вакуумной трубе для оптимизации, экономии затрат, как раз-таки вот этот юнибокс, который перемещается со скоростями вначале до 150 км в час, потом он может переместиться на уровень и поехать со скоростями 500-600 км в час. И если кому-то нужно переместиться, к примеру, по всей длине экватора, то есть 40 тысяч километров, может переместиться со скоростью 1000-1250 км в час внутри вакуумной трубы, в своем юнибоксе, естественно, общаясь со своим виртуальным помощником Юником, либо для иностранцев Юни. То есть уже шутили на дневных вебинарах, то есть Юника, как будет женское имя, ну, собственно, открытое название, самая главная концепция, то, что у нас этот виртуальный помощник, наш искусственный интеллект будет. И очень интересный вопрос задавали на дневном вебинаре, а что будет, если операционная система подвиснет, к примеру, в нашем юнибайке, то есть остановится юнибайк и так далее. Я приведу вам простой пример. Из банальной нашей жизни, то есть вы работаете за вашим либо мобильным устройством, либо компьютером и подвисает Windows. Абсолютно привычная наша составляющая, от этого перестанет работать интернет. Также Транснет, он не перестанет работать просто временно интерфейс вашего, внутренний интерфейс, там будет своя операционная система внутри вашего МПС Юнибокса, и вы временно не сможете пообщаться с вашим Юником, либо Юни для иностранцев. Но сама операционная система глобальной сети Транснет, она продолжит работать, и невзирая какие катаклизмы происходят и так далее, все равно подвижной состав будет ехать. Но с немного ограниченными функциями, так же как интернет не перестает работать, если у нас что-то произошло с компьютерами. Даже если сотни из тысяч компьютеров произойдет что-то, то все равно интернет не перестает работать. Так вот, возвращаемся к логике Apple и Google. Вот немножко как бы я отвлекаюсь, но сейчас подытожу. То есть у нас iOS наша будет путевая структура, а путевую структуру пятого поколения технологии SkyWay, когда будет легкая прогулочная, городская пассажирская, высокоскоростное, также грузовое, если нужно какие-то товары, грузы перевести. Естественно, гиперскоростное. Вот, извините, вот эти пять уровней вряд ли кому-то удастся повторить. И если четвертое и четыре плюс поколение вдруг не станет стандартом, в чем я очень сомневаюсь, дорогие друзья, это как раз таки станет стандартом, то пятое поколение неизменно и без сомнений станет стандартом. Этот стандарт будет, скорее всего, монополистичным. На него конкуренты зайти не смогут. Так же, как сегодня, не могут конкуренты зайти и написать какой-то программный код для Apple приложений, так как это закрытая iOS-система. Даже антивирусы не устанавливаются на продукцию технологии Apple. И, соответственно, вот это будет наша операционная система. Но я не говорю про те технические стандарты, которые являются, но это так же. Теперь возьмем Google. Google – это открытая Android-операционная система. Это открытый код. И любые разработчики могут, соответственно, используя этот код, создать любое приложение. Так вот, если чуть-чуть абстрагироваться от Google и перейти на Skyway, то что же у нас будет открытой операционной системой? Это будет внутренний дизайн и внутренний весь интерфейс нашего Unibox. Соответственно, все компании, которые сегодня занимаются как производством мебели, кресел и так далее. Мы уже создали свое кресло, но кто-то захочет создать свое уникальное кресло. К примеру, компания Bentley. К примеру, компания тот же Bugatti и так далее. И многие-многие другие автопроизводители, которые пожелают, именно идя в ногу с рынком, соответственно, развиваться так же в логике транспорта второго уровня. Но так как стандарт они не смогут задать новый, а мы уже задали стандарт, то им нужно будет играть уже в виде игрока тех открытых возможностей и тех опций, которые они могут улучшить и создать. То есть это будут производители кресел, это будут различные системы, ионизация воздуха, ароматизация воздуха, очищение воздуха, музыка, естественно. Эргономика, тренажеры, что касается юнибайков. И это будут кардиотренажеры. Будет гонка тут, реальная гонка, потому что юнибайки создадут рынок, которого не существует. Абсолютно плотный рынок. И, соответственно, вопрос, откуда будет браться капитализация. Капитализация будет создаваться даже за счет вот этих дополненных сфер, которые сейчас испытывают уже свой пик. И мы как раз таки, вот как личностный рост и так далее, то есть всегда в личностном росте учат для того, чтобы свою грань, свой потенциал преодолеть, нужно расширить свой горизонт знаний. И, соответственно, у вас потолок будет несколько выше. Так наши юнибоксы сделают потолок для этих фирм, корпораций еще выше. И даже достигнув пика, они смогут развиваться. Но развиваться уже в логике Skyway. Соответственно, мы подразумеваем, что будет консорциум с разработчиками интеллектуальных, систем интеллектуального, искусственного интеллекта, такие как IBM Watson. Будет, соответственно, сотрудничество, не конкуренция, а именно сотрудничество. И так же, как сегодня в Android, в Google могут разработать с помощью открытого кода любые приложения. Так же у нас будет модульная конструкция. Это мы, как практикующие футурологи, то есть это наше независимое мнение, которое мы предполагаем Сергеем Анатольевичем. Так же в вашем юнибоксе вы можете сформировать тот или иной модуль по запросу от того или иного производителя, который пользуется открытым кодом Skyway. Это и будет наше Sky App, которое сейчас вот в Google Store вы можете скачать в виде мобильного приложения. Это будет реальное приложение, которое будет не виртуально нам приносить удовольствие, а реально улучшать наши качества жизни. А теперь я задам вопрос, как только об этом будет узнавать все больше и больше количество людей, насколько будет увеличиваться рынок юнибоксов, насколько много людей захотят их приобрести. Я могу предположить, что вот как это устройство. Так же, как раньше, 7 лет назад я ходил с кнопочным телефоном, я не мог мечтать вообще о сенсорном телефоне, о том, что я буду через голосовое общение общаться с ним, то, что у меня будет виртуальный помощник, то, что он мне найдет какие-то средства, образовательные развлечения, неважно. Но я буду это уже делать не сам, я не мог предположить. Так вот, дорогие друзья, многие не предполагают из разряда практикующей футурологии говорить, если что, это все будет реально. Но мы не собираемся ни с кем спорить, но, с другой стороны, с удовольствием проведем открытые дебаты. И более того, я искренне готовлюсь, и мы с Сергеем Анатольевичем готовимся в участии в конференциях футурологов, потому что вот она, настоящая футурология, дорогие друзья. И почему на сегодняшний день нами интересуются те крупные финансисты, которые прилетят на инотранс на своих личных самолетах. Да, будут такие люди. Почему эти люди заинтересованы проектом Skyway? Потому что, наверное, это, на их взгляд, основа, одна из основ новой мировой экономики. И, повторяю, не нужно думать о скорости строительства. Нужно думать о тех ресурсах, которые нам сегодня нужно осваивать для того, чтобы удовлетворять потребностям создания нашего нового рынка. Потому что он будет требовать затраты стали, он будет требовать затраты полимеров, композитов, пластмасс и так далее и тому подобное. Бетон нужно будет прокачивать, даже инновационный бетон наш. Он все равно из чего-то создан. Вот эти все материалы нужно будет. Вот в этом есть нюанс единственный. Нюанса то, что это будет реализовано технологически, нет абсолютно. И то, что я горю и с нетерпением ожидаю увидеть на инотрансе, это оправдает мои ожидания более чем. Потому что, ну так предварительно я общался с разработчиками, с головной компанией. И очень серьезная машина нас ожидает с зачатками искусственного интеллекта, обладающим машинным зрением, обладающим чувствами обоняния, зрениями и слуха. И, соответственно, в этом заключается создание инновационной, транспортной, энергетической, коммуникационной и даже социальной, даже финансовой сети Transnet. Почему финансовой? Объясняю. Потому что 8 сентября вот произошло такое событие, многие о котором не в курсе, наверное. Но для меня это революционное событие, так же, как когда-то через криптовалюту была произведена транзакция оплата банально пиццы. И одна из сейшевских компаний финансовых и поставщик молока и молочных продуктов совершили операцию через транзакцию, которая обычно длится 10 дней. Они совершили ее через технологию блокчейн на основе сервиса Barclays Bank. То есть это один из крупнейших английских банков. За внимание. Это вообще действительно стирает все грани. И если вот такое происходит, вообще можно ли сомневаться, что то, что мы описывали в этом вебинаре, на дневном вебинаре, станет реально за несколько часов. То, что происходило десятки дней и требовало отправки курьеров и так далее, дополнительные накладные расходы, сейчас позволяет совершить это за несколько часов. Но транспортные пути сообщения по-прежнему находятся в прошлом веке. И по-прежнему мы вынуждены перемещаться с теми скоростями, испытывать те проблемы, которые мы испытываем сегодня. И это не решается. И решить это как раз таки может только технология Skyway, дорогие друзья. И если говорить про концепцию также того, что ожидается, что к 2040 году будет возможный недостаток электроэнергии, и возможно такой будет кризис электроэнергии, ответ на это у нас также есть. Это расчет Анатолия Эдуардовича Юницкого, 1 миллиард юнибоксов, юнибайков. Только вот самих юнибайков мы не берем в расчет и другие транспортные средства смогут. Ну, это вот юнибайки. Почему юнибайки? Потому что в них вы сможете покрутить педали и выработать определенное количество энергии, накопить, зарядить ваш аккумулятор. И это сэкономит такое же количество энергии, как на сегодняшний день расходует 45 чернобыльских АЭС. К примеру, 45 чернобыльских АЭС атомных электростанций было бы построено. Вот такое количество энергии. И 1 миллион юнибусов, это прошлые расчеты, они способны по сравнению с транспортом существующим, то есть 1 миллион юнибусов и 1 миллион автомобилей. Это 6 миллиардов тонн нефти может сэкономить. Соответственно, нефть будет направляться уже на те сферы, на которые она действительно должна направляться. То есть это нефтехимия, это производство полимеров, это также пригодится для наших юнибоксов. И это действительно уже использование по назначению нефти, а не сжигания в топках, в двигателях автомобилей и действительно в тех направлениях, в которых она просто расходуется попусту. И, соответственно, вот это вот решение у нас есть. Я не говорю про те решения, которые являются очень серьезной проблемой для глобального потепления. И, скорее всего, киотский протокол можно будет и переписать, потому что все рассчитано на сегодняшнее потребление современного транспорта, пускай электротранспорта, но на первом уровне. Никто не двигается на сегодняшний день в логике на острие технологических прогрессов, как мы это делаем, именно приверженцы технологии Skyway на основе школы Анатолия Эдуардовича Юницкого, как, собственно, транспорт второго уровня. Никто в этой логике на сегодняшний день не мыслит. Но это, дорогие друзья, и наше счастье и удача, что мы на сегодняшний день для этих людей незаметны. И часто возникают такие вопросы, а что будет, когда придет крупный инвестор и, соответственно, контрольный пакет акций. Во-первых, контрольный пакет акций никто не отдаст. Всегда будет то количество акций у головной компании, чтобы сохранять контроль. Никто контрольный пакет не отдаст. И, соответственно, те люди, которые сегодня инвестируют в это направление, сегодня мы вам рассказали те вещи, о которых вообще нет нигде и нигде не написано, естественно. И, кстати, я дам почты, если, дорогие друзья, есть такие желающие, может быть, журналисты, которые готовы с нами посотрудничать, потому что вот эти вот все футуристические концепции нужно будет описывать, потому что, ну, естественно, у нас с Сергеем Анатольевичем времени становится физически все меньше и меньше, но их нужно фиксировать, потому что мозгового штурма проходит достаточно много, фактически каждый день. И у нас был вопрос вообще, что будет после юнибайков, что будет после того, как Анатолий Эдуардович вообще вот имел такую концепцию, как перемещение с помощью велотяги, что можно придумать. Естественно, ежедневный мозговой штурм позволяет создавать такие концепции, как юнибокс, как МПС. И более того, я вернусь к скоростям с трейдиса, все это будут строить роботы. И вот то количество километров, миллионов километров, которые мы закладываем, обязательно будут построены. Соответственно, это будет реализовываться уже с помощью роботов. Как в 88-м году, кстати, была создана компания с 3D-принтерами. И японец, если не ошибаюсь, основал компанию 3D-принтеров. В 88-м году Анатолий Эдуардович также представил концепцию вывода промышленности в открытый космос, то есть седьмой технологический уклад. Тогда не развился еще интернет, и 3D-принтерам тоже никто не дал развить. На сегодняшний момент для тех, кто следит за подобными инновациями, уже есть разработки, каким образом в космосе печатать вообще целые космические станции. Так вот, возникают ли у вас вопросы, что наши транспортно-логистические модули, наши Skyport, которые будут, соответственно, такой вот аккумулятором всех направлений технологий Skyway, то есть всех именно скоростей перемещения, начиная от легкого прогулочного транспорта, заканчивая гиперскоростями. Естественно, Skyport не построят за несколько дней, но это будет строиться значительно быстрее, чем на сегодняшний день строится, к примеру, я вот всегда привожу пример бассейна, я хожу в спортзал, и он строится медленнее, чем сегодня строится транспортно-логистический узел, дорогие друзья. И это создается на народное финансирование, это создается на деньги тех инвесторов, тех, кто поверил в проект, и, собственно, что касается бассейна, это создается далеко не народное финансирование, это создается на привлеченные инвестиции, а помимо этого транспортно-логистического узла, мы реализуем на сегодняшний день и остальные направления, то есть это легкий прогулочный транспорт, это грузовое направление и также, естественно, городское пассажирское направление. И немножко по инотрансу, дорогие друзья, то есть вот футурология, я же сам немножко как бы так вот донося, то есть сегодня на дневном вебинаре Сергей Анатольевич донес всю эту концепцию, я, соответственно, на вечернем, все это мы вместе вынашивали и представляли именно с точки зрения практикующей футурологии. И если говорить про инотранс, непосредственно про мое общение, то будет общение с представителями Челябинской области, Виктора Бабурина будет общение с представителями Челябинской области, потому что будет представлен стенд, и если раньше мы начинали с проекта юнибайков, а ныне юнибоксов мы их называем, в которых будет, напоминаю, наш виртуальный помощник-ассистент Юник, либо Юни, и, соответственно, уже мы будем обсуждать далеко не легкий прогулочный транспорт, далеко не парк, в том числе это будет обсуждение высокоскоростного направления, Челябинская область будет выставляться на своем стенде именно по высокоскоростной трассе, и мы планируем подписать в будущем уже соглашение, рамочное соглашение, ну и, естественно, это все покажет время. И если говорить про Россию, то потенциал очевиден, дорогие друзья, что Россия может совершить для себя экономический прорыв и выйти из той ситуации, которая настанет и усугубиться после выборов в Госдуму, которая усугубится еще больше зимой, когда начнется отопительный сезон в США и других странах. И, соответственно, из этой всей ситуации можно выйти. Но, на наш взгляд, выход диверсифицировать экономику, создавать инновационную экономику уже поздно. Инновационная технология создана. Вопрос, будет ли она принята, открыт, и ответ на этот вопрос мы узнаем уже в ближайшее время, дорогие друзья. Я думаю, что в 2017 году. Соответственно, если будет сказано «да», реализуйте, стройте, то все проработки, которые и Аркадий Бирюков, и, собственно, вот Евгений, Владимир Баклунин и я, мы прорабатывали в Челябинске, по Алексею, наш партнер Сергею Анатольевичем прорабатывает в Красноярске, в Екатеринбурге, вот, как я сказал, Аркадий Бирюков и многие-многие другие города России прорабатываются очень много. И мне постоянно пишут, на самом деле, люди, что так или иначе сходили, пообщались с чиновниками. Недавно я в Киргызстан ездил. Также произошло очень плодотворное общение с мэром города Ош. Но все будет уже зависеть от директивы сверху, дорогие друзья. Но что-то мне подсказывает, так как ситуация достаточно безвыходная, то и экспертный совет уже пройден при Министерстве транспорта Российской Федерации, то все шансы у нас есть. Но так как, собственно, перед инотрансом у нас больше вебинара не будет, я хотел бы сказать свое мнение. То есть мы сделали все то, что запланировали с 2014 года. Мы абсолютно по этапам продвинулись и представили, сделали невозможное то, что обычно делается месяцами, делается тысячным персоналом, делается на сотни миллионов долларов. Мы создали эти машины. Их разработал Анатолий Эдуардович Юницкий. Анатолий Эдуардович Юницкий удовлетворен качеством сборки, качеством электронной начинки этих машин. Они будут представлены в Берлине. И, собственно, вы помните, с каким образом мы становились гвоздями, в хорошем смысле этого слова, программ различных выставок, как в Челябинске, так и в других городах, не предполагая этого. И нам открывались везде двери. Давайте помнить о том, что название у нас Skyway. Если говорить про Hyperloop, вот тоже такую аналогию сравнения я приведу. Приведу немножко из истории своего опыта в интернет-проектах. Hyperloop. Hyper. Hyper – это тот человек, который инвестирует в хайпы. И как раз вот нанотролли, юнитролли, они могут быть засланцами наших недобросовестных в прошлом партнеров, различных интернет-проектов. Потому что мы, дорогие друзья, движемся. Мы уже два с половиной года никуда не пропадаем. Мы проводим конференции. Мы проводим вебинары. И самое главное, это уже не начало, но это далеко не середина еще. Предстоит очень много. И если говорить о том, дорогие друзья, чем мы будем заниматься после закрытия возможностей финансирования, я могу сказать, что направлений будет масса. Это адресные проекты, естественно, понимая потенциал сети, которая сейчас выстроена, инвест-проводящая система. То есть я говорил про ту концепцию, про которую говорил еще, не понимая про эту концепцию. Это сеть адресных проектов, это сетевое построение корпорации. Ни одна корпорация в мире, дорогие друзья, не выстраивала свою деятельность таким образом через сеть, как мы. Соответственно, создание той плотности рынка, которая будет капитализировать нашу технологию, у нас в будущем вопросов не будет. Потому что наш пользователь сможет зайти, соответственно, в сеть и зайти в свой личный персональный аккаунт. И, соответственно, проголосовать за то направление, инвестировать в то направление, которое будет развиваться в логике холдинга международной корпорации Skyway. Международной транснациональной корпорации, которой мы стремимся. И обязательно это время наступит, дорогие друзья. Несмотря на то, что 8 троллей, вот сегодня Андрей с Екатеринбурга активно мне помогает. Ну, я не исключаю, что, может быть, кто-то не понял эту футурологию, которую я сегодня донес на своей части. Сергей Анатольевич, другими несколькими словами, потому что мы повторять слова друг друга не можем. Мы все-таки разные люди донес на дневном вебинаре. Кто-то не понял, кто-то не принял, кто-то подумал, что эти люди вообще, что ли, сумасшедшие. Но я думаю, что так как Андрей пограничивает права троллей, и мы искусственно и намеренно не меняем логики наших вебинаров, не меняем комнату Мирополис, так как по опыту люди привыкают достаточно долго к нововведениям и к инструментам. Поэтому, пожалуйста, тролли, юни-тролли, будем рады видеть вас на наших следующих вебинарах. Ну и, дорогие друзья, я искренне вам рекомендую на наш будущий и вебинар после инотранса. На инотрансе, скорее всего, мы с Сергеем Анатольевичем постараемся, конечно, включиться на вебинар, но не факт, что мы сможем включиться на вебинар, но трансляция в Перископе Сергеем Анатольевичем точно будет. От меня будет Instagram Story. То есть я сейчас занялся и очень серьезные ребята занимаются, не то что занимаются моим продвижением, я учусь у них продвижению в Instagram, потому что это очень мощный ресурс для охвата европейской аудитории, французской аудитории и так далее. Естественно, лидеров, которые умеют и понимают, как создавать сетевое направление. Но что-то мне подсказывает, как только я дам информацию, что, ребят, вы можете развивать ни Herbalife, ни Amway, ни OneCoin и так далее, вы сможете развивать и совмещать свою деятельность, развивая те проекты, которые вы сейчас развиваете, но вы сможете развить ту корпорацию, которая вас будет капитализировать и приносить вам прибыль в будущем, когда вы потеряете интерес к своим проектам. Что-то мне подсказывает, они заинтересуются и как минимум посмотрят тот лендинг и ту информацию. Вот Михаил Кириченко замечательно перевел ролик о времени. Время не ждет и технология, время которой пришло, ничто и никто не сможет эту технологию остановить. Ни онлайнер, ни тролли, ни злопыхатели, ни даже в будущем серьезные корпорации, потому что мы также, как борцы сумо, набираем вес и в серьезных маркетинговых битвах мы набираем опыт, потому что обязательно они предстоят и очень много предстоит нам преодолеть. Но мы справимся, дорогие друзья, потому что мы строим SkyWay, мы спасаем планету, мы даем дорогу в мир Транснету, будучи SkyWay захран планету по, соответственно, чешски, пиджи SkyWay, мэтч Мегабойгут по-венгерски, консуис SkyWay софт Планет по-французски и строй SkyWay спасай планету. Это тот слоган, который родился не просто так, небесная дорога, это вам не петля хайпера, как я бы перевел Hyperloop. Всем удачи, благодарю за внимание. Юнитроли, привет! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова